13 января традиционно для нашей страны особая дата. В этот день в России отмечается Старый Новый Год. То есть в данном случае 2022 мы встречаем еще раз, только по юлианскому календарю. Наша съемочная группа поинтересовалась у известных тверских политиков, общественных деятелей, представителей сферы искусства, что для них сейчас означает этот праздник и отмечают ли они его каким-либо образом. Я с утра успел поздравить коллег из областной прокуратуры, наградить тех, кто помогал нам защищать права предпринимателей. А для нашей семьи это возможность вечером, или в выходные скорее даже, вряд ли вечером, собраться в узком кругу семьи. А лично я люблю смотреть советский фильм «Старый Новый Год». Мне он очень нравится, где Евгений Стегнеев из экклезиаста приводит такие слова-афоризмы. Старый Новый Год имеет определенное значение. Для нас мы не можем его не праздновать, потому что начинается мой день рождения. Мы совмещаем спокойно эти два значимых мероприятия. То есть это традиция, это уже семейные застолья однозначно. Поэтому я поздравлю всех с наступающим Старым Новым Годом. Это хорошее сохранение наших традиций все-таки. Несмотря на изменение календаря, которое произошло в 2018 году, государственное еще, мы продолжаем его отмечать. Ну, конечно, нельзя, наверное, сравнить с первым Новым Годом, да? Но, безусловно, этот праздник неотмеченным не остается. Ну и кроме того, например, мы елку не убираем до Старого Нового Года. Старый Новый Год – это дополнительная возможность встретить еще раз Новый Год. В очередной раз встретиться с друзьями, действительно, с семьей, накрыть поляну. Подарки будут, конечно, для самых близких, родных, как положено. Новый Год есть Новый Год, несмотря на то, что он и старый Новый Год. Новый Год